Здравствуйте! Здравствуйте! Да, мы каждый день проводили с вами, и сейчас уже Господь дает нам последний раз. Давайте сегодня откроем с вами Бытие, 27 главу. Бытие, 27 глава, мы немножко длинно прочитаем, с 1 по 23 стих. Если вы нашли, я прочитаю. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему, Исаву, и пошел Исаак в поле достать, принести дичи. А Ревека сказала сыну своему, Иакум, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву. Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, и я поем и благословлю тебя, пред лицом Господнем, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какой он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. Иаков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек осматый, а я человек гладкий. Может, Стаса ощупает меня, отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие о неблагословении. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала, кушанье, какой любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего, Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего, Якова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей у козлят. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой. Иаков сказал отцу своему, я, Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поежди, чьи мои, что благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой. Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Якову, подойди, я ощупываю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исав, или нет. Иаков подошел к Исааку и отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос, голос Якова, руки, руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, Касмата, и благословил его. По 23 стих прочитали. Да, знаете, многие люди служат Господу сегодня, но многие служат от своей души и опираясь на свои мысли. Иисус однажды пошел в Вефезду. В Вефезде лежали множество больных и хромых, и они лежали и ждали возмущения воды. По часам ангел сходил и возмущал в воду, и тогда люди исцелялись. Кто ходил первый туда, тот сразу же исцелялся от любой болезни. Получается, Иисус пошел туда, в купальню Вефезду. Там было множество больных, но он не встретился ни с одним. Он встретился только с 38-летним больным. И знаете, очень простая причина, почему Иисус встретился именно с ним, с 38-летним больным. Да, все люди надеялись, вот когда ангел спустится и возмутит воду, мне нужно быстро побежать и спуститься в воду. Да, и он, он не может двигаться, поэтому он только смотрит, когда возмущает воду ангел, но он не может туда дойти. У других людей было много способов, кроме Иисуса. Каким же способом Господь, Иисус, Он дал милость и исцелил? Именно Он пришел к человеку, 38-летнему больному, который не имел пути. Получается, Иисус исцелил его. Когда мы читаем в Своем Библии, очень много таких историй. Также смотря на человека, попавшись разбойником. Кого же спас добрый самарянин? Он помог человеку, попавшись разбойникам. Потому что человек, попавшись разбойником, ничего не мог делать. Потому что разбойники избили его, разделили, оставили едва живым. Да, Он лежал, и если Его оставить без помощи, тогда настанет вечер, и придут волки, и Он просто будет съеден волками. Он не имел способа. Но кого же Иисус ищет? Да, Иисус ходил к тем людям, которые не имеют никаких способов, никакого добра. Те, которые ничего не могут делать, как 38-летний больной, или же как человек, попавший разбойником. Для того, чтобы Иисус действовал в нас, мы должны не иметь возможности ничего делать. Но многие верующие на сегодняшний день напротив, да, получается, против Иисуса. Иисус, Он путь для тех, которые не имеют путь. Он становится способом, у которого нет способа. Те, которые не могут получить спасение, от тех Он спасает. Вот такие люди, кого Иисус ищет. Но на сегодняшний день верующие, в основном, они не 38-летний больной, или же попавшийся разбойником. Они каются, молятся, читают Библию, делают добро. Все они стали делающими хорошее что-то. Иисус, когда пошел в купальню Вефезда, Он не посмотрел ни на одного из множества больных, потому что они все готовы, они могут пойти и опуститься в купальню. Но 38-летний больной, к которому Иисус подошел. Он видел возмущение воды, но Он не мог пойти туда, как бы Он ни хотеть. То есть, Он не имел пути и способа. Он грешник. Те, которые не получили прощения грехов. Таким людям Иисус подходит и становится спасителем. Но на данный момент очень многие церкви, они становятся хорошими делающими. О, теперь я начал давать десятину, я благодарю, я читаю Библию. Я хорошо молюсь. Я хожу в церковь в воскресенье. Я живу по вере. Такие люди никакого отношения не имеют с Иисусом. Поэтому в Библии написано, для кого же Иисус становится спасителем. Да, Иисус не подходит тем, которые хорошо молятся, или читают Библию хорошо. Те, которые делают добро, Иисус не идет к таким. Но Иисус всегда подходит к тем, которые утопают во грехах и не имеют способа освободиться. Таких Он приходит и спасает. Сегодня мы читали с вами 27 главу Бытие. Исаак родил двоих сыновей. У него был старший сын Исаак. Он был известным охотником. И у него был младший брат Яков. Он не мог охотиться. Он все время прятался за юбкой матери и только играл. Сегодня то, что мы читали с вами в Бытие 27 главе. До того, как я объясню вам об этом месте в Библии, я хочу сказать вам то, что многие верующие на сегодняшний день хорошо читают Библию, молятся хорошо, они постятся, отдают десятину, они делают добро и думают, что за это они будут благословены. Но смотря в Бытие 27 главу, которую мы читали, совершенно отличается эта история. Что сказал Исаак? Он подозвал своего старшего сына Исаава. Исаав был известным охотником. И когда он натягивал лук и стрелял. Знаете, давно был господин Джанг в Китае. Да, он старший. Вот такое значение имело. Он имел второго сына. И его сын очень хорошо стрелял. Да, был хорошим стрелком. Получается, да, сейчас мистер Джанг, он был Джанг, стрелок. Его второй сын, да, и говорят, что этот господин Джанг, он стал предком вот всех Джангов, которые сейчас живут в Корее. Да, теперь не просто со значением старший имеется в виду Джанг. Да, и потом, если вот такая, как буква R, корейская, она похожа на стрелу. Говорят, что все, которые были потомками этого второго сына, они все были как хорошими стрелками. Все они написали такое имя, такое иероглиф. Каждый раз, когда я слышал историю о господине Джанг, я подумал, может быть, он подобок Исава. Потому что Исав очень хорошо стрелял и ловил дичь. Что же написано здесь в Библии, в Бытие, 27 главе? Также, через 27 главу, Господь хотел показать свое сердце нам. Да, мы думали, что те, которые хорошо охотятся, хорошо молятся, делают добро или помогают друг другу, любят других, таких Господь любит. Да, люди говорят. Люди так говорят, что если я читаю Библию, молюсь и делаю добро, помогаю другим, это моя духовная жизнь хорошая. Но Бог говорит, это не то. Поэтому Господь написал, чтобы это нам сказать, в Бытие, 27 главу. Когда Господь написал 27 главу Бытие, Господь, я хорошо молился. Хотя я, конечно, грешил, но я покаялся. Я служил. Я хорошо отдавал десятину. Я делаю добро. Я делал добрые дела. Я помогал другим. Я помогал нуждающим. Я помогал нуждающим. Тогда Господь, отворачивайся, ой, хочу спать. Да, именно это говорится в Бытие, в 27 главе. Нашими глазами это слушается отца и хорошо стреляет. И он принесет кушанье. Да, и написано, что отец благословит его. Но по факту, если мы смотрим, кажется, что Исаф, он получит благословение от отца. Но Ияков, он думал, да, но я же не могу стрелять, поэтому я не получу благословение. Поэтому Ревекка, она мать Исафа Иакова, она помогла не умеющему Исафу, а тот, который не мог стрелять, ничего не мог. Она сделала так и помогла, чтобы Иакова получил благословение. Хотя я ходил с детства в церковь. Да, я не думал, что я имею хорошую духовную жизнь, я был наполнен грехами. Я думал, что я грешник, потому что я плохо делал что-то. Я плохо читал Библию, я плохо молился, я не мог отдавать десятину или служить. Я не мог проповедовать. Я думал, что я вот такой, поэтому я не смогу получить благословение. Но смотря 27 главу Бытие, мы можем видеть, что наши мысли очень отличаются от Господа мыслей. Да, и если вы узнаете этот факт, вы будете шокированы. Если нам кажется, что мы будем благословенны, если мы делаем что-то хорошее, тогда нечего Иисусу было приходить на эту землю. Цель, к которой Иисус пришел, Он не пришел, чтобы сделать, помочь тем, которые хорошо живут, а те, которые слабы, не могут, много мыслей, много грехов, много грязи в них. Иисус пришел и спас таких людей, которые не могут, и дал им путь в Царство Небесное. Какая же проблема ходящих в церковь на сегодняшний день? Все, теперь я бросил пить, теперь Господь будет благословить меня. Я буду много жертвовать, тогда Господь благословит меня. Если я буду помогать другим, тогда Господь благословит меня. Если я буду верен Богу, Бог благословит меня. Да. И все это будет по вере. Это не так. Если мы смотрим, кто получил благословение в Библии? Женщина, взятая при любодеянии. Да? Она что-то сделала? Нет. Но Никодим, он старался, но он не получил благословение. Самарянка. 38-летний больной. Слепой от рождения. То есть, Господь призывал таких немогущих и благословлял их. Тот, который делает добро, или может омыть свои грехи, или тот, который такой добрый, все они не получают благословения. Хотя мы имеем Библию и читаем эту Библию. Но многие люди читают наоборот. Сперва, когда я читал Бытие 27 главу, я тоже не понимал, почему же? Исаб, он сделал все правильно, но он не получил благословения. А Яков же обманул. Он же обманул отца и сказал, что он Исаб. Он даже не пошел, не убил никого. Он ничего не сделал, он просто взял то, что мама приготовила. А что Господь показывает нам здесь? То, что Яков не мог сам сделать. Поэтому не своим старанием он получил благословение. А из-за чего Он благословение получил? По благодати и помощи Иисуса Он получил благословение. Если вы исполняете закон, делаете добра, не грешите, доберные Богу, хорошо жертвуете. Иисус пришел не помочь таким людям. как женщина с этой прелюбодеянией, которая имела только грехи и прелюбодействовала. Разбойники на кресте. Заккей. Те, которые должны были быть прокляты, ничего не могли сделать. Таких Иисус возлюбил и спас. Но если вы делали добро, были верными Богу, молились, вы служили Богу, да, вы не ожидаете благословения. Да, Библия говорит, что сейчас нет такого благословения. Иисус возлюбил в Библии те, которые грешники, которые не имеют пути, они не могут ничего делать. Словно как Яков получил милость от Ревекки. Иисус так же, Он явил благодать и умер на кресте за тех людей, которые слабы, как Яков. Да, знаете, я так же много воровал. Но знаете, за что я очень благодарю? То, что у меня с детства были проблемы с сердцем. Да, у меня не было каких-то дефектов, но я не очень любил физические нагрузки, потому что у меня болело сердце. И когда я проходил тренировку, я поехал на тренировку, и мы делали такой... Да, мы прыгали, делали прыжки, выполняли. То есть, тренер говорил один, и потом нам нужно было прыгать до тысячи, но нельзя было сказать слово тысяча. Да, мы... мы не должны говорить последнюю цифру. И мы тысячу раз прыгали. Один, два, да, три, девятьсот девяносто девять. Все, не говорите тысячи, не говорите тысячи. И кто-то кричит, тысяча. Нужно было снова прыгать от одного до тысячи. Да, и целый день мы занимались этим. Да, здесь двадцать, двадцать, получается, таких заданий, таких спортивных. Но мы все время прыгали до тысячи. И говорили бы, нельзя считать, нельзя считать тысяча, но все равно кто-то кричит. Тише, 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 но кто-то говорит, тысяча. И снова сначала мы прыгали. Когда мы выходили на спортивные тренировки, нам вкладывали большая гора, такая соли была. Нам надо было съесть горсть соли и взять с собой воду. Да, представляете, когда мы проходили эту тренировку, мы сколько потели. Получается, вся соль и вся жидкость выходила из нашего организма. И мы ходили с литровой такой бутылочкой. И мы десять бутылок выпивали прямо быстро. Мы только допили, уже снова хотим пить, потому что очень потели. А, это было трудно. Да, но так как тренер, он говорит, вы поднимитесь на высокую гору и потом бегите. 450 метров нам нужно было бежать. И мы по одному канату, по двум канатам, по трех канатам спускались также от горы. Да, когда мы прыгали, вот, занимались этой зарядкой. да, и когда мы нажимали, когда он говорил, вперед, и мы не могли бежать, у нас не было сил. Тогда мне было 21 год. Да, я был молод. Когда до 3 до 3 дня я отдохнул, и мое тело восстановилось. Тогда я узнал, что у меня есть проблемы с сердцем. Но ничего, когда я был молод. Но когда мне стало 50 лет, тут у меня сердце начались проблемы. Да, мне было очень непросто. И мой пульс, да, мое сердце стучало, стучало, так, так, и потом останавливалось. И я так переживал. Ой, а что, если сердце снова не начнет стучать, так я умру? Я думал, что я скоро умру. Но проходило немножко времени, и снова сердце билось. у меня была очень большая проблема с организмом. На протяжении одной недели я проходил обследование в Ханьян больнице, и они не сказали мне мою болезнь. И я поехал в Нью-Йорк, в США, и показал мое тело самому известному кардиологу. Ему уже было больше 80 лет. но он уже официально ушел с работы в больнице. И он просто приходил в больницу и проводил там время. И если там были какие-то особые пациенты, он их принимал. И также он взял меня, и мы вместе с ним провели целый день. он разные задания мне давал, сказал бежать на беговой дорожке. И потом, что он сказал мне? Медицина не может помочь вам. в 1999 году у меня были огромные проблемы с сердцем. И тогда мы проводили в Нью-Йорке семинар. да, и был какой-то напиток, который человек привез мне из Канады. И он говорит, это очень полезно для здоровья выпить его. Но мне не очень не нравится такое. Мне вообще не хотелось. И я одну каплю попробовал. пастор Ким Йон-Хо говорят, что он выпил два стаканчика. И он имел большие проблемы, расстройство желудка. Это было очень трудно. После Нью-Йорка мне нужно было поехать в Перу. И тогда я общался со своей женой и думал, мне ехать в Перу или нет. Мне было очень тяжело управлять своим телом. Но уже мы договорились о семинаре в Перу. Поэтому даже если я умру там, я решил ехать. Я поехал туда и проводил семинар. И однажды вечером, первый день я сидел за кафедрой. Пастор Ли Йон-Че проводил, был ведущим. Но у меня я почувствовала, что мое сердце очень бьется быстро. и я пошел тогда на минус первый этаж, полежал там немного и через некоторое время я вернулся. Я еле-еле дотянул до конца. И пастор Ли Йон-Че он ведущим был. И он сказал, вот пасторок Супак приедет, поэтому вы, если имеете там спид или какую-то серьезную болезнь, приходите пастор помолиться. Я сказал, Йон-Че, ты что хочешь меня убить? Я себя плохо чувствую. Да, я молился, я так страдал тогда. И потом я вернулся и лежал в комнате. И когда я вернулся на самолете домой, братья и сестры пришли меня проводить в аэропорт. Когда я вернулся домой, братья и сестры говорили, ой, наверное, это конец пасторок Супака. Все так думали, что я умру скоро. Тогда мы жили в городе Дэджон, и мы строили строение восьмоэтажное. и я смотрел наверх, как там работают на высоте, я не могу смотреть, мое сердце, оно почти останавливалось. Да, мое сердце, когда хотело, останавливалось. И если я даже не могу сказать ему ничего, я не могу управлять моим сердцем. и даже на летней конференции в 99 году я проповедовал слово и возвращался в палатки, отдыхал. Однажды вечером я лежал, я подумал перед сном. сегодня от квалатки организаторов и до воскресной школы где-то 500 метров я ходил 4 раза. Я не мог поверить в это. ну конечно не один километр, но где-то примерно один километр туда-сюда. Туда-сюда я сходил 4 раза, поэтому я около 4 километра прошел, я не мог поверить. Сколько бы я не рассчитывал, да, я 4 раза сходил туда-сюда. Как я мог ходить? Там было под горячим солнцем. Тогда я ночевал в палатке и тогда я почувствовал, Господь исцелил меня. На следующее утро я начал бегать. Да, мы закончили семинар, конференцию, я вернулся в наш церковь, и там недалеко есть школа для девочек Содейджан. и там стадион, и можно было пробежать 300 метров один круг. Да, первый раз, когда я бежал, у меня очень кололо в ребрах, но я бегал дальше и бегал. Да, я почувствовал, Господь исцелил меня. Один километр, два километра, три километра, четыре километра я бегал. Я приобрел себе легкие кроссовки, и в Африке я каждое утро бегал. Когда я поехал в Россию, так же я бегал. Когда я бегал, я себя чувствовал очень хорошо, облегченно. А Господь исцелил мое сердце. очень много что Господь сотворил в моей жизни. Поэтому верь Бога. Господь дал мне сердце то, что если ты будешь верить, Господь сделает так. Когда я служил в Куачане, в Чампали, тогда Господь действовал в моей жизни, однажды мне позвонили, меня пригласили в Дегу, миссионерский центр. Тогда это была пятница. У меня не было на проезд до Дегу. Я молился перед Богом. Суббота, воскресенье настало. И я объявил после воскресного служения, завтра я еду в город Тегу. Там нет никого в церкви. И я думал, может быть, кто-то даст мне на проезд из прихожан. Но никто мне не дал денег. И тогда настало утро понедельника. Я взял сумку. у меня не было ни копейки. Мне уже нужно было выезжать. Я уже пошел на остановку автобуса. И знаете, вот как идти туда на остановку автобусную? Там жил брат, который отвечает за финансы в нашей церкви. Да, обычно у нас не было особо дохода или каких-то пожертвований в церкви. Он являлся учителем в средней школе Кочани. И его жена, она управила магазином. И обычно я иду на автобус, проходя через его дом. И я подумал, может быть, мне пройти мимо моего дома и зайти к нему? Почему ты, веря в Бога, опираешься на человека? Я не то, что опираюсь на человека, но он же отвечает за финансы. Нет, нельзя так. если ты веришь Бога, зачем тебе просить у человека? Тогда в моем сердце произошла борьба. И знаете, о чем я подумал? Мне нельзя идти к нему домой. Мне кажется, что я попрошу у него. Нельзя мне идти к нему. И знаете, после этого я подумал. Когда я проходил, и там этот брат умывался перед входом. И потом я видел, как он умылся и вылил из тазика воду на дорогу. Это было примерно в то же время. И я подумал, что если я буду проходить, он будет как раз выливать воду после умывания лица. Он скажет, ой, в английском вы идите в дайгу, давайте я вас ухожу чаем, кофе. Я подумал, нет, нельзя мне идти туда, потому что это я опираюсь на человека. Я должен опираться на Господа. Я думал так. я увидел себя со стороны вдруг. Знаете, мне стало жалко себя. Я увидел, какой я жалкий, если у меня нет на проезд, и я хочу просить у другого человека. Поэтому о чем я подумал? я не буду зарабатывать всю жизнь, я буду только проповедовать Евангелие. Если я не имею денег, разве мне нужно так жить? Я не хочу так жить. Даже если я не смогу поехать в дайгу, я не буду так жить. Поэтому я перед Богом сказал, Господь, я не буду опираться на человека, я буду ожидать от тебя. Поэтому я не пошел мимо этого человека, я пошел вокруг. Да, если Господь, ты мне дашь, то все равно не через этот дом. Все равно ты дашь мне, даже если я не пойду к нему. И уже я пришел к остановке. я шел и там автобус ехал медленно и собирал пассажиров. Вот на этот автобус я должен сесть. Мне поднять руку или не надо. Я воевал с собой. И вдруг автобус остановился передо мной. И открылись двери. наверное мне говорят садиться. Я зашел. Я зашел. И кто-то говорит ой Евангелис Пак заходите поскорее. Это была сестра из нашей церкви. Она была сестра когда я видел ее в Дэгу. Это сестра я знал ее из Дэгу и она ехала и потом когда автобус выехал из города он начал быстро ехать. И получается кондуктор пришел ко мне с билетом и с ручкой. Я сказал сестре сестра у меня нет на проезд. А сестра сказала я знаю поэтому она заплатила за меня я смог добраться и знаете эта сестра сказала мне тем утром да знаете если ехать из Кочана там есть Мари Панзун это ее родной дом родительский дом и там живет ее пожилая мама одна и она говорит что она приезжает к маме где-то на день рождения или на новый год два-три раза в год и она живет в городе поэтому она может видеть деньги но знаете в деревнях были очень ценные деньги и эта сестра говорила что всегда наставляла только себе на обратную дорогу и все остальное отдавала своей маме все деньги и я стоял простите и она стояла и ждала автобуса и она уже открыла кошелек хотела маме отдать деньги кроме на проезд но она все время кладет обратно в кошелек и мама тоже не поняла что она делает и потом она уехала на автобусе и она подумала почему я не отдала маме деньги я же привезла для нее почему я вот так странно поступила и этот автобус он остановился в кочан и потом дальше ехал из переднего сидения эта сестра видела что я шел со своим портфелем получается она видела значит я еду в тэгу а господь приготовил на проезд евангелисту пак и она сказала остановите водитель остановите тут есть человек который вместе должен ехать и таким образом она остановила автобус и мы вместе поехали в тэгу и сестра она пригласила меня в свой дом и она сказала ой как ты трудишься евангелист она приготовила обед и поэтому я хорошо пообедал и она сказала подождите пожалуйста и мне казалось что она пошла одолжить деньги и она положила деньги где-то горст денег в мой карман и сказала ой удачи вам хорошо добраться вам вы так трудитесь тогда я приехал в миссионерский центр и перед сном я хотел помолиться поэтому стал на колени и я снова вспомнил очень точно что случилось со мной утром если бы я зашел к тому брату домой то автобус проехал бы мимо но господь уже приготовил это на проезд через эту сестру а если бы я пришел к брату сон он сказал ой до свидания хорошо вам съездить тайгу и не дал бы мне ничего то я увидел свое сердце как бы я страдал да извините пожалуйста брат у меня нет денег на проезд я одолжить на проезд я представлял себе вот такую картину ой 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 простите евангелист у нас нет денег дом мы не могу одолжить представляете это я вот такой попрошайка получается я ничего не могу сделать если бы если я зашел к этому брату домой то я бы не смог получить те деньги которые были приготовлены для меня да я полностью отрезал тот способ что я буду просить людей или ополагаться только на Бога поэтому с тех дней до сегодня я взирал на Господа надеялся на Господа я никогда не говорил ой мне тяжело у меня нет денег пожалуйста помогите одолжите мне я видел как Господь мне немощь ему помогает всегда то что верить в Бога да это не то что если я делаю добро или хорошо молюсь тогда я попаду в рай но если я делаю зло и мои грехи перевешиваю тогда я попаду в ад да кто попадает в царство небесное конечно грешники которые имеют грех грехи да тогда да тогда тогда когда у меня нет никакого плана ничего нет кроме Иисуса тогда Он действует поэтому прощение грехов должно произойти только сила Иисуса но многие люди ведут свою духовную жизнь неправильно они я должен хорошо делать я должен слушаться я должен хорошо молиться я думаю что-то я должен делать это вообще не то Иисус делает вместо тех которые ничего не могут в Бытие 27 главе именно так написано Исаф думал что отец сказал пойди словить дичь и приготовь мне кушанье он думал что если так сделать он будет благословен но Яков не умеет ловить дичь у него не было условий получить благословение но Исаф своими усилиями и своим получается мастерством он убил дичь обычно да олень например он весит больше 100 килограмм да но бывает если выстрелить он не сразу умирает и падает он бывает еще убегает поэтому нужно бегать за ним по горам по равнинам и потом убить чтобы он уже упал и даже если мы словим оленя если мы не сможем принести тогда как будем есть насколько он потрудился принеся этого тяжелого оленя через горы и он думал что отец благословит его за его усердный труд но в результате тот Исаф который потрудился не смог получить благословение а кто получил благословение Яков что сделал Яков ничего все вместо Якова сделала Ревека мама у него ничего нету достойного чтобы получить благословение но Ревека постаралась и благодаря ее труду он мог получить благословение что это показывает нам мы не используем человеческий способ и когда стараемся получаем благословение мы получаем прощение грехов не когда молимся или каемся в первый день в первый вечер что я сказал к Ефесянам 2 глава 8-9 стих ибо благодатью вы спасены через веру и синие от вас Божий дар не от дел чтобы никто не хвалился что за дела мне нужно делать мне нужно быть верным мне нужно молиться все это дела для того чтобы дать нам благословение Господь не дает тем которые хорошо исполняют что-то ничего не могущий тот который должен получить проклятие Иисус умер ради грязного грешника который должны были быть прокляты для нас он совершил все мы так же как Яков ничего не можем сделать но мама она приготовила все условия чтобы Яков был благословен и мы должны были получить проклятие мы должны были погибнуть и пойти в вечный ад мы не за свои заслуги идем но Иисус очистил все наши грехи и по Его благодати мы идем поэтому это милость к эфесянам 2 глава 8 стих ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар не от дел чтобы никто не хвалился я хорошо молюсь читаю Библию делаю добро исполняю заповеди хорошо жертвую не поэтому попадаем в рай поэтому бытие 27 главе Исаф который приложил усилия он был проклят а Яков который ничего не сделал получил благословение Яков ничего не сделал он доверял матери и там написано об их диалоге мама сказала вот я слышал как отец твой говорил брату твоему Исау принеси мне дичь и приготовь мне кушанье я поем благословлю тебя перед смертью и пока Исау пошел на охоту мама сказала Якову теперь сын мой послушай и пойди в стадо возьми оттуда два козленка он пошел во двор и взял два козленка и тогда я сделаю хорошее кушанье которое любит отец Яков взял это кушанье и пошел за благословением да знаете что Яков сказал хотя уже он отец ослеп и не видит но он почувствует меня и сам брат мой человек косматый а я человек гладкий и может станет отщупает меня отец и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие а не благословение тогда мама сказала Ребекка что она сказала на мне пусть будет проклятие твое сын мой только послушайся слов моих и пойди принеси мне Яков выбросил свои мысли и принес послов матери двух козленков мама очень хорошо приготовила кушание и мама сделала из шерсти козла она обложила шею гладкую и руки обложила шею и руки и потом одела в богатую одежду сына старшего Исава и отправила к отцу да он сказал я сделал как ты сказал мне встань сяди поешь дичи мои благослови меня Исаак послушал кажется странный голос голос Иакова кто ты сын мой я Исаф первенец твой а ну подойди поближе я потрогаю ты или мой сын Исаф или нет тогда Иакова начал бояться и когда отец он хотя не видит но пощупал и вот на лице есть борода и здесь шерсть есть да волосы есть но голос Иакова а руки руки Исава да и он попробовал то кушание и мама очень хорошо знает вкус отца поэтому Исаак благословил Иакова тогда Иаков получил благословение то что Иаков получил благословение у него не было условий получить благословение но мама сделала все вместо него чтобы он был благословен раньше я читал я не понимал это тот который послушался Исаак получил проклятие а Иакова который ничего не сделал и обманул только он получил благословение я не мог понять но Бог не имеет по нашему стандарту даже если мы грязные он омывает наши грехи и спасает нас поэтому мы не от своих добрых делаем своего добра получаем благословение или спасение Господь я сделал так хорошо поэтому ты благослови Бог я был верен тебе поэтому благослови меня Бог не желает этого Господь возлюбил нас и он хочет дать нам благодать он хочет дать бесплатно если мы трудимся и получаем оплату благословение тогда это не благодать но Господь нам хочет дать благодать даром не по оплате если мы делаем что-то и получаем в ответ что-то от Бога это значит оплата за наш труд поэтому Господь не дает трудящимся тот который не может получить благословение только гонение грязное как женщина взятая при любодеянии человек который был распят на кресте слепой 38 лет не больной у них не было никаких условий получить благословение и они могли получить бесплатно даром благодать но люди которые делают что-то хорошо что-то делают они получают как плату не благодать поэтому они не могут получить такое благословение до возраста 19 лет я был верен я хорошо старался усердно молился и я хотел получить благословение пойти в Царство Небесное но проблема то что я не мог делать это хорошо у меня только было много грехов и когда-то я прочитал Библию а Бог не дает мне благодать потому что я сделал что-то а по благодати дает знаете однажды я поехал в Америку у нас было мероприятие я поехал в США у нас один брат был в церкви он работал в авиакомпании и он сказал можно я поеду с вами в Америку да конечно поехали он поехал он и еще некоторые пресс-фитеры поехали и тогда он показал мне свой билет тогда я поехал в экономном классе в экономном а он имел первый класс у меня первый класс пастыр о хорошо как да будь там хорошо и он пошел в первый класс а я сел в эконом классе и потом он пришел ко мне и сказал пастыр пойдемте в первый класс да знаете если я был высоким да конечно я не смог бы вырасти еще выше мне как раз вот третий класс для эконом класса мой рост как раз подходит знаете что мне жалко в самолете когда летаю если человек имеет рост два метра да этот человек я видел он два метра и он сел в эконом классе и он так сел и впритык его ноги уперлись в переднее кресло он не мог двигаться даже а мне как раз подходит эконом класс да и поэтому хорошо мне сидеть в третьем классе но другие они очень страдают в эконом классе когда я поехал в эконом классе да знаете так хорошо там быть коротким я люблю летать на самолете я хорошо путешествую в самолете я не пауз это твой билет поэтому ты иди я нормально себя чувствую здесь но брат сказал пауз пауз вы думаете что я для себя купил этот билет я специально купил этот билет чтобы вас прокатить в первом классе пойдите пожалуйста в первый класс это твоя причина мне все равно здесь хорошо в эконом классе ты садись там и тогда брат тут чуть не заплакал и тогда рядом стояли пресс-витеры и говорят пострадите в первый класс и тогда я пошел в первый класс этот брат приобрел в первый класс билет на самолет и поменял со мной билет а он сел в эконом классе а я сел в первом классе да это хорошо лететь в первом классе там хороший сервис да знаете у меня уже накопились миллион миль да я уже больше полтора миллиона миль у меня да я самый вип клиент в корейских авиалиниях и знаете иногда я в бразилии в сан-пауло сел на самолет из бразилии до сеула лететь около 30 часов и где-то 15 часов до лос-анджелес и потом из лос-анджелес тоже до сеула где-то 15 часов очень далеко и однажды я приобрел билет и я также в эконом класс купил и тогда сотрудник сказал ой вы имеете миллион миль да это так у нас осталось место в первом классе вы я поменяю билет ой спасибо конечно я благодарен вам да просто бывает что не хватает мест в эконом классе но обычно миллион миль которые имеют люди их отправляют в первый класс то есть я бывало бесплатно летал в первом классе да конечно это лучше чем оплатить также в Париже и там Air France да и там тоже работает миллион миль также один сотрудник сказал мистер Пак да у вас миллион миль накопилось мы вам дадим билет в первый класс и я сел в первом классе я взлетел и тогда я позвал стюарта а когда вы дадите есть вот здесь первый класс но я понимаю что первый класс когда вы дадите еду а в первом классе когда вы попросите тогда принесем принесите пожалуйста мне поесть я поел у меня было хорошее настроение и потом искали мистер пак вам не нужно в уборную почему пока вы сходите мы вам опустим сиденье чтобы это было кроватью хорошо хорошо схожу опустите и мое кресло разложили в кровать да знаете там хорошо спится в первом классе да бывает что я имею миллион миль поэтому вот такие случаи да и знаете людям тоже нравится когда не платят а именно бесплатно садятся в хорошее место а бывает я думаю а может мне в этот раз тоже дадут и тогда не дают первый класс да в любом случае в тот день я с тем братом поменялся и я дал свой эконом класс и он дал мне свой первый класс да и знаете первый класс обычно одинаково там как кровать обычно опускается как кровать дают подушку и поэтому очень хорошо это конечно дорого я имел билет в эконом класс но я прилетел в первом классе а тот человек тот брат он сел в эконом классе хотя имел билет в первый класс для меня также Иисус Иисус отдал билет в рай нам и он забрал наш билет к проклятию и был распят на кресте поэтому для того чтобы получить благословение нам не нужно что-то делать он он бесплатно даром по благодати искупил нас от греха и словно как здесь написано 27 главе мы думаем по-другому да если мы ничего не можем как 38 лет не больной или же слепой от рождения человек от рождения да Иисус становится для них путем он не помогает те которые сами могут справиться да и нам не нужно что-то делать чтобы попасть в царство небесное но только по благодати Господь хочет дать Бог не дает нам за что-то поэтому для того чтобы получить благодать от Бога хотя вы имеете много грехов или зла но Иисус Он благодатью спасает мы думаем что мы должны усердно потрудиться тогда мы получим спасение к Ефесянам 2 глава ибо благодатью вы спасены через веру и сение от вас Божий дар а 9 стих не отдел если я что-то хорошо делаю стараюсь я делаю добро какие-то дела я делаю не поэтому я благословение получаю или царство небесное еду но бесплатно по благодати это бесплатно Господь сделал так что мы бесплатно по благодати попали в царство небесное то что Иисус был распят на кресте он он умер вместо меня это одинаково что я умер на кресте иисус 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 вместо меня получил все наказание на кресте поэтому даже если я ничего не делаю не стараюсь даже я не умираю так бесплатно по благодати я ничего не делаю это есть если я получаю это есть благодать это благодать но мы не знаем об этом поэтому думаю что те которые делают добро идут в рай мы согрешили да мы злые но наш путь в рай это как поменяться билетом Иисус он должен быть в раю но по его билету я иду в рай а мой билет к проклятию Иисус забрал и получил на кресте умирая он получил это проклятие и вместо наших грехов он умер как это удивительно поэтому в Царство Небесное мы идем не своими заслугами или делами бытие 27 глава для того чтобы показать нам Исаф который постарался он получил проклятие а Яков который ничего не сделал он получил благословение поэтому сегодня Иисус умер на кресте он умер вместо нас то есть это не он умер а можно считать что мы умерли нам дал благословение и благодать в этот раз мы проводим семинар вы выбросите свой взгляд то что вы знаете не мои дела мои старания но Иисус был распят на кресте и он понес все наказания все проклятие на кресте Иисус приготовил все условия чтобы мы попали в царство небесное Он очистил совершенно наши грехи Он сделал нас святыми нам достаточно верить в это верьте и то что Иисус сделал это мое а мое проклятие он получил вместо меня поэтому наше проклятие закончилось и уже проклятие закончилось поэтому царство небесное мы попадаем не своими делами и уже проклятие за все наши грехи Иисус понес и мы по благодати получаем верьте пожалуйста что Иисус совершил распятие на кресте наше спасение этого достаточно спасибо Иисус спасибо что омыл мои грехи да Он омыл наши грехи это удивительно сегодня на этом закончу семинар завтра утром у нас не будет служения только вечером да и говорят мы хотим немножко больше поэтому мы дополнительно взяли еще час и завтра я обязательно только по Библии буду говорить спасибо спасибо за то что до сих пор вы были вместе с нами также миссионеры они потрудились они имели связь со многими каналами телестанциями они сделали так что будет трансляция и около двух миллиардов людей в этот раз присоединились к нашему семинару это не нашими сторонами это Иисуса благодать мы получили благодать и также вы получите благословение субтитры